Устроился на завод учеником, на танцах вот эту Мадонну, Татьяну Ивановну встретил на стройке. Татьяна и Виктор Блиновы поженились в 1963 году. Просто пришли в ЗАГС и расписались. На свадьбу тогда денег не было. За 58 лет пара ни разу серьёзно не поссорилась, хотя признаются, характеры у супругов непростые. По молодости дверь ухлопал, уходил, за дверь выйдет, потом придётся. А сейчас нет, сейчас слушается. Привык уже, на поводке я хожу. Сейчас всё делает, ты борщи варит, ты полы моет, ты в магазин ходит. Виктор Петрович почти 60 лет проработал на судостроительном заводе. От ученика мастера до начальника цеха. Ушёл на пенсию только в 81 год. Татьяна Ивановна отработала на химфармзаводе 13 лет, а после этого посвятила себя семье. О выплатах парам, прожившим в браке более 50 лет, узнали по телевизору. Подали документы и ждали зачисления ещё с апреля. Но деньги не приходили. После звонка на прямую линию Михаила Дегтярёва 25 тысяч выплатили сразу. Позвонил, переговорил на прямую линию. Всё. Даже спасибо сказал, что поднял такой вопрос, что люди так долго живут. Это для молодёжи, говорит. Пример надо показывать. Вручать семьям памятный знак правительства края за супружеское долголетие и 25 тысяч рублей в Рио губернатора Хабаровского края поручил в начале этого года. Первые выплаты начались в марте. Деньги уже получили более 3,5 тысяч супружеских пар. На это потратили более 90 миллионов рублей. Мы с удовольствием обнаружили, что таких пар в Хабаровском крае проживает значительно больше. И губернатор принял решение о выделении дополнительных финансовых средств в объёме 155 миллионов. И на прошлой неделе наша Краевая Дума приняла это решение. И дополнительные средства поступили к нам в бюджет. На сегодняшний день от жителей края принято почти 8 тысяч заявлений. Ожидается, что до конца года выплаты получат около 10 тысяч семей. Игорь Сукачёв, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск.